Библейский портал экзегет.ру представляет Приветствую вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале экзегет. И мы вместе с вами продолжаем рассматривать Евангелие от Луки. Сегодня читаем четвертую главу. До этого мы о чем читали в предыдущей главе? Закончили на крещении Господа Иисуса Христа, когда Святой Дух нисходит на Спасителя в виде голубя, а с небес слышен глаз Бога Отца. Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение. Потом родословное упоминалось от Иосифа до Адама, и потом сказано, что Иисус Сын Адама в Божии. Почему от Иосифа? Потому что считалось так, что по праву усыновления Иисус считался формально сыном Иосифа. Не тот, кто родил, а тот, кто воспитал, тот и признается по праву отцом. А дальше вот четвертая глава, и тут мы читаем. «Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню». Вот явно нисходит Святой Дух на Спасителя, но Он и пребывал с Господом от самого рождения, потому что Спаситель изначально приобщен Духу Святому. И вот эта сила Духа Святого будет проявляться в разных знамениях, чудесах, исцелениях, изгнании нечистых духов. А теперь Святой Дух как бы ведет его в пустыню. Для чего? Для искушения. И тем самым Святые Отцы толкуют, что всякий, кто крестился, вот Спаситель крестился, да, а потом искушение. То есть если ты крестился, это не значит, что ты избежишь искушения. Искушения придут, то есть начинается духовная брань. Это до крещения можно не искушать человека. Зачем его искушать, если он не приобщен Святому Духу, он и так в руках у дьявола. А вот здесь уже начинается такая настоящая борьба. И что же тут мы видим? Там, то есть в пустыне, 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. 40 дней поста, Спаситель повторяет пост Моисея, пост пророка Ильи. То есть вот некая мера, которая дозволена для людей, ну, очень высокого аскетического уровня. И Спаситель здесь специально как бы не превышает этой меры показать, что он истинный человек. То есть если он будет там безмерно поститься, вообще ничего не вкушать, то нам какой из этого пример? То есть а Спаситель дает некий пример. И я вот знал тоже одного монаха Лаврского, тот, к сожалению, почил, отец Игнатий. Он несколько раз, вот было так, что он весь пост, 40 дней он вообще тоже ничего не вкушал. И вот проходил такой пост, но, по-моему, раза три вот оно так было, вот когда он держал такой пост. И при этом интересно, что действительно он учился через это и владеть собой, и он не раздражался, ни вспыльчивости никакой у него не было. Обычно как бывает, человек, если не ест долгое время, становится вспыльчивым, раздражительным, а вот он выдержан. Но потом все-таки отказался, потому что это очень непросто. Ну, может быть, чтобы не впадать в тщеславие, я не знаю. Но так или иначе, бывали и бывают сейчас такие подвижники, которые проходят это делание, да. Но нам достаточно та мера, которая определяется церковным уставом. То есть вкушать просто постную пищу на протяжении Четыре Десятницы. А вот про Спасителя что тут сказано? Что дьявол приступал к нему с искушениями, и на последок вот этих дней сказано, Спаситель взалкал. Ну, тут разные могут быть объяснения, ведь что же он не испытывал голода на протяжении этих сорока дней, когда ничего не было. Конечно же, испытывал. Есть вот такое наблюдение, когда люди какие-то голодали, да, вот поначалу их тоже изъедает голод, а потом вдруг раз, голод исчезает. И примерно проходит около сорока дней до полутора месяцев, когда вдруг снова появляется чувство голода, вот сколько-то дней уже не было, и это сигнал к тому, что наступает как бы физиологическое голодание, что больше голодать человеку уже никак нельзя. То есть организм находится на некой грани такой, что если он уже не вкусит немножечко пищи, не будет возвращаться в вкушение пищи, то он просто умрет. Вот, может быть, здесь вот именно имелось в виду вот это физиологическое такое голодание, ну, это вот, может быть, субъективное такое объяснение. И вот здесь дьявол уже подступает, когда некая грань, да, вот некая грань вот этого постного подвига, когда уже больше нельзя поститься дальше. И вот тут приступает к нему с особыми искушениями дьявол, «И сказал ему дьявол, если ты сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Вот смотрите, вроде бы какой он такой заботливый, да, этот дьявол. Ну, вот, мол, чего тебе возьми, да и притвори камень. Ну, интересно вообще, на протяжении всего Евангелия Спаситель вот лично для себя никогда никаких чудес не делал. То есть это интересная вещь, что он лично себя никогда не насыщает чудесным образом. Других, да, вот пять тысяч человек насыщал, а вот себя нет. Он от страданий себя не избавляет. То есть Спаситель вот лично для себя не делает никаких таких вот сверхъестественных чудес, только для других людей. А самое-то здесь главное. А, собственно говоря, вот, а ты, дьявол, вот вообще кто такой, да, чтобы указывать, собственно говоря, Сыну Божию, что правильно и что неправильно. И вот в чем была ошибка Евы, что она начала прислушиваться дьяволу, который вроде бы тоже плохого ничего не спрашивал. Он спрашивал только, ну вот подлинно ли Бог запретил там вкушать от каждого древа в раю. Она начинает беседовать, что нет, вот, мол, от каждого можно, от одного нельзя. И вот тут он уже диалог завязался у Евы и змея, у дьявола, который посредством змея общался с Евой. И как некое гипнотическое внушение. Вот если ты, ну, знаете, тоже не надо общаться с колдунами, не надо общаться с какими-то сектантами, которые вот настолько они закоренелы, что они только свое пробивают и гипнотически воздействуют, потому что это будет немножко уже вот в зависимости от них поставлять. И поэтому Спаситель сразу ставит некие пределы, да. Иисус сказал ему в ответ написано, да, то есть он цитирует Священное Писание, что не хлебом одни будет жить человек, но всяким Словом Божиим. То есть он показывает, что важно именно Божья воля, да, то есть воля Бога Отца, воля, которая небесная воля, а поэтому причем тут вообще какой-то дьявол, которого мы вообще не должны его слушаться. И для нас Слово Божие выше, чем хлеб насущный. То есть если нам ставят вот хлеб, ну, только ты прислушайся к дьяволу, да, или отрекись от Бога, вот вам хлеб, но только ты скажи, что ты там не христианин, не верующий во Христианин, или вот верность Богу. Вот надо выбирать верность Богу, потому что дьявол в итоге обманет и все равно погубит. Он не накормит тебя хлебом, а он этим хлебом тебя отравит, потому что помощь дьявола, она всегда ядовитая помощь. И сам он змей, наполненный ядом. Вот поэтому Спаситель так отвечает, да, и как бы здесь отсечение – это образ таких вот чувственных искушений. Здесь мы знаем, что это три таких главных искушения. То есть Спаситель три вот главных вида искушений человеческих прошел, и, соответственно, он знает всех искушаемых, и поэтому может искушаемым помогать, как говорит апостол Павел. Ну, тут кто-то может скептически спросить, ну, а как же там блудные какие-нибудь искушения? Чего же Спаситель тоже их проходил? А вот святые отцы говорят, что кто овладел своим чревом, тот становится выше блудных искушений. То есть это все взаимосвязано – чрево и то, что ниже чрева. Поэтому если ты уже на уровне чрева победил искушение, то то, что ниже чрева, оно не будет тебя уже искушать. И здесь мы видим, что вот это искушение чрева, оно вполне преодолено, отвергнуто, ну и, соответственно, уже в задатке побеждены все подобные искушения. «И возведя его на высокую гору» – это вот речь про дьявола, да, «И возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени, и сказал ему дьявол, «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Так а как же оно будет, все его, если он поклонится тебе, да, то есть ты останешься таким образом царем над всем, да еще и хотел, чтобы над Иисусом быть царем. То есть тоже такое лукавство, вот, потому что кому поклоняются, тот и признается царем над всем, да, и причем здесь эти вот царства мира. Здесь вообще это образ такой стяжаний, стяжаний многочисленных, властолюбие, ну, властолюбие люди обычно тоже у них для чего? Для того, чтобы побольше приобрести, накопить, захватить. И вот дьявол пытается этим искушать спасителя, показывает, ну, что это за царство вселенной. Тут разные, конечно, объяснения. Может быть, даже разные государства с их дворцами, правители ставят какие-то дворцы, там тоже золото, там какие-то вот мраморные статуи, да, вообще все очень красивое такое. А может быть, просто это показывается даже, ну, природные ископаемые, там, золотые руды, там, и так далее, все, что можно вот добыть, как бы получить к этому доступ, и тоже за счет этого обогатиться. И здесь ведь как? Тут сказано, что еще во мгновение времени, да, то есть, как бы дьявол пытается вот в одном образе, сразу представив всю эту картину, смотри, как много всего. И это все вот я вот тебе дам, но ты только поклонись. А святые отцы еще так объясняют, что вот в данном случае дьявол не искушал спасителя через помысл, потому что помысл — это то, что внутри нас действует, внутри нашего ума. А если внутри ума, то получается, что как бы дьявол уже имеет доступ внутрь. И Адам первозданный, и Ева первозданная, они тоже не через помысл искушались. Вот мы уже люди поврежденные, как, это знаете, как крепость с разрушенными стенами, да, прорехи, куда вот залетают стрелы врага. Вот то же самое у нас. Наши стены, наши души, они порушены, стрелы врага пролетают, и получается, что дьявол посредством помыслов получает доступ внутрь. А вот Еве, он, ну вот конкретный вот образ, да, запретный плод, вот он внешне явившийся вот этот змей, точнее дьявол через змея искушает ее, и поэтому как бы внешне беседе. И тут тоже блаженный феофилак болгарский, другие говорят, что как некий внешний образ, который со стороны, не в помысли, а вот именно со стороны, как некую такую иллюзорную иллюминацию, мираж показывает дьявол ему. Иисус сказал ему в ответ, отойди от меня, сатана. То есть я даже не хочу тебя слушать, потому что ты все врешь, это все не соответствует действительности. Написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи, потому что ведь все Богу и принадлежит. Принадлежат горы, земли, принадлежат все природные вот эти запасы, которые Господь даровал, золотая руда и там все что угодно, там нефтяные запасы. И дворцы, которые люди строят, они же не из пустоты строят, они-то берут и изготавливают уже из природных материалов, и мрамор, и что угодно. То есть это тоже все принадлежит Богу. Если Богу надо, Он может просто в один момент разрушить эти дворцы, а если нужно, то Господь может, наоборот, преобразить, вот как преображались, допустим, простые пустыни монахов, которые процветали, безводные пустыни, благодаря молитвам монахов-подвижников, смиренных, вот таких внешне бедных людей, но стяжавших благодать Святого Духа. Поэтому и нужно кланяться Господу Богу и Ему одному служить, а Бог уже подаст то, что нужно. «И повел его в Иерусалим и поставил его на крыле храма, и сказал ему, если ты сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано, ангелом своим заповедует тебе, сохранит тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься камень ногою твоей». То есть он даже цитирует 90-й псалом, то есть тот самый псалом, который обращен против него, дьявола, но цитирует для того, чтобы, так сказать, привлечь внимание. Тут вообще Лука он выстраивает как бы от меньшего к большему искушению. Вот завершается некой такой гордыней, как бы словолюбие, что явить себя миру посредством чудесного знамения. Ну представьте, что если вот он выходит действительно на крыло храма, там вот эти высокие портики, и спаси и друг делает шаг и идет по воздуху. Ну представьте реакцию людей, и все тут же скажут, это что-то вот просто невероятное, вот он действительно, Сын Божий, давайте все ему поклоняться, но они будут подкуплены чудом, понимаете? То есть, а Господь не хочет никого подкупать, а сердца-то их остаются такими же серебролюбивыми, завистливыми. То есть, по сути, они Христа не принимают с его учением о добродетелях, с его учением о смирении, а ищут знамени чудес, как некого яркого такого представления театрального. И вот, да, тут еще такой момент, что знал ли дьявол, что он Сын Божий, ведь он же говорит, если ты Сын Божий, ну, конечно, он вопрошает вопросительно, и на самом деле, сатана не мог проникнуть в тайну Бога воплощения, это ведь от Него утаилось. А он думал лишь, что Христос, как человек, является самым праведным, Он не грешит, и он называется, он думал так, что Он Сын Божий, ну, в плане вот праведного человека, потому что сказано, допустим, блаженный миротворцы, ибо они нарекутся Сынами Божиими, да, то есть и в Ветхом Совете Сыны Божии упоминались, это потомки Сифа, вот, то есть Сыны Божии, как, в смысле, люди, как праведные, которые считают Бога своим отцом. Но, опять-таки, как отвечает Спаситель, Иисус сказал ему в ответ, сказано, не искушай Господа, Бога твоего. То есть, все, вот Господь подает то, что нужно. Если нужно чудо, Он подаст чудо. А специально требовать, что вот я сейчас наступлю на змею, да, вот, Господи, а ты сделай так, чтобы она меня не ужалила. Это ты искушаешь Господа Бога твоего, да. Если ты специально, допустим, вот, болеешь ты, а не лечишься, и ждешь чудесного избавления от Бога, то ты искушаешь Господа Бога твоего. Ведь лекарства, они тоже изготавливаются из природных таких вот составных, все это оттуда, ну, понятно, что проходит некая такая переработка, но выбирается именно полезное лекарственное вещество, и если Богу угодно, то это лекарство подействует и поможет тебе, и ты исцелишься от болезни. А если Богу не угодно, лекарство не подействует. А ты вообще отказываешься от лекарств, ищешь какого-то сверхъестественного действия, и получается, тоже искушаешь Господа твоего. И вот Спаситель отвергнув все эти три образа искушений, побеждая дьявола, и дальше мы читаем, и окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. А до времени до какого? А это вот до времени уже перед страданием, перед смертью. То есть, когда вот гефсиманское моление, когда страдание Голгофы, и как бы навести вот такие уже новые искушения, что Иисус как человек, Он совершенно покинут Богом, и что Он сейчас просто погибнет. Но и там Спаситель, несомненно, победит. Вот это мы знаем. А здесь все это искушение преодолено. И тем самым Спаситель что? Вот Он, Господь, осветил наше крещение, приняв сам крещение. Господь осветил аскетическое христианское делание, потому что Он сам прошел вот это постничество. Господь укрепляет нас в искушениях, потому что Он сам претерпел эти искушения, и Он подает нам победы, ибо Он сам уже победил. Если мы приобщаемся к Христу, то во Христе мы приобщаемся Его духовным победам. И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею. «И разнеслась молва о нем по всей окрестной стране». В силе Духа, то есть, ну, бывает, кто-то, мы говорим про человека, он слабохарактерный, он там неустойчивый, а бывают люди, сильные Духом, то есть, такие внутренне цельные, которые не подпадают, действительно, под какими-то там искушениями, греховные немощи. А молва о нем как распространилась? Именно как про, прежде всего, как человека именно, праведного, и который говорит нечто прекрасное, нечто возвышенное. «Он учил в синагогах их и от всех был прославляем». И все удивлялись, что вдруг появился такой смиренный, кроткий, терпеливый, чистый и мудрый человек. Они еще не прозревали в нем Сына Божия, предвечного Бога, Создателя мира. «И пришел в Назарет, где был воспитан тот самый город, где возрастал он в семье Иосифа Обручника, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу». Положено было по субботу собираться в синагоге и встал читать. А так там полагалось, что в синагогах молитвы, какие-то обряды и обязательно чтение. Чтение закона и пророков. Судя по всему, из закона уже были прочитаны тексты. И вот те, кто умели читать, а, в общем-то, всех учили читать, всех еврейских детей учили читать, чтобы они были способны в синагоге вслух зачитывать, произносить вот эти священные тексты. Но не каждому это давалось, а Иисус, он уже имел авторитет у людей за счет своей чистой, праведной жизни. И поэтому он становится читать, и он авторитетен в глазах окружающих его. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, вот, раскрыв книгу, там буквально разгнув книгу, то есть это были свитки, они вообще наматывались на деревянные скалки. Ну, скалки все знают, в принципе, свитки тоже бумажные все знают. И, получается, такие вот вытянутые листочки наматывались на деревянные скалки. На краях этих скалок было подписано, что это за книга, вот они стояли там в вертикальном положении, и вот там написано пророк Исаия, да. Вот, когда читали, то тоже, ну, может быть, там даже вторая появлялась, как бы скалка, то есть с одной перекручивали на другую, чтобы вот сколько-то раскрыли, да, и можно было читать. И вот Спаситель, раскрыв книгу, то есть, повторяем, это не такая вот книга, как у нас, а это были свитки на деревянных скалках, нашел место, где было написано, и вот удивительная вещь, что написано, «Дух Господень на мне». А ведь действительно, да, это вот прикрещение, Святой Дух, да, и потом вот он, исполненный Духа Святого, возвращается от Иордана, да, и так далее. И потом здесь он в силе Духа приходит, и вот читает, «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленам освобождения, слепым прозрения, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне, благоприятное». И промысл Божий был уже в том, что вот именно это место открыто, и это пророчество о самом Христе, на котором и обитает Святой Дух, его как вот человека, как Спасителя, Мессию, Святой Дух помазал. Тут, я думаю, все вы понимаете, о чем идет речь, да, ну, благоествовать нищим, ну, нищие духом имеется в виду, те, которые примут благовестие Евангелия, и послал исцелять сокрушенных сердцем, да, то есть речь здесь вообще идет прежде всего о внутренних, духовных вещах, те, кто измучились в сердцах своих, да, вот, какие-то, какое-то горе, и, ну, прежде всего, тоскует о чем? Человек о чем тоскует? О вечных ценностях, о том, что не хватает вот подлинной любви, подлинной чистоты, подлинной дружбы, люди друг друга предают, там, изменяют, и хочется вот вроде бы все обустроить, порядок навести, а нет, вот, все подводят друг друга, люди кусаются, грызут, из-за этого сердце человеческое тоскует, и вот Спаситель приходит, чтобы исцелить сокрушенных сердцем, да, чтобы исправились нравы человеческие, не все будут исправляться, но многие, и даже многих мы канонизируем как святых, как образец такой жизни во Христе, проповедовать пленным освобождение, да, понятно, речь о грехе, слепым прозрение, ну, да, он и телесно слепых исцелял, но ведь речь идет прежде всего о духовной слепоте, отпустить измученных на свободу, тоже это свобода от греха, проповедовать «Лето Господне благоприятное», а вообще это был такой юбилейный год, 50-й год благоприятный, когда там, ну, это надо смотреть, вот в Ветхом Завете, когда отпускались долги, там чего-то, вот какое-то освобождение давалось, самое такое хорошее, а «Лето Господне благоприятное» это как время пришествия как раз Христа, и вот здесь, кстати, здесь проявление как раз трех служений, трех видов служения Христа, как царя, пророка и первосвященника, ну, вот, допустим, благовествовать, да, это пророческое служение Христа, и вот помазанное, благовествовать нищим, да, это пророческое служение, или там исцеляется у крушенных сердцев, тоже пророки, они исцеляли, а вот царское служение в чем? Проповедовать пленным освобождение, то есть приносить свободу, или отпустить измученных на свободу, да, это царская прерогатива, и Христос как истинный царь, вот он пленных освобождает, измученных тоже отпускает на свободу, а первосвященническое, проповедовать «Лето Господне благоприятное», потому что юбилейный год объявлялся первосвященником, и вот тут указание на тройственное служение Христа, как пророка, царя и первосвященника. «И закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него». Ну тут видим еще, какая ситуация, вот мы же читаем, что к нему уже относились по-особенному, а слово его звучало по-особенному, то, что он произносил, и сейчас такое есть. Вот те же самые слова, одинаковые слова, их по-разному произносят. Человек, допустим, который погряз в блуде, вот он привык материться, он там гневливый, или человек, который работает над собой, который очищает свое сердце, и он стяжал мирное сердце. Вот у такого человека, у него речь звучит совершенно по-иному, потому что она пропитана благодатью Духа Святаго, и люди это чувствуют и прислушиваются. И вот здесь происходило то же самое, тем более то же самое. «И он начал говорить им, ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами, и все засвидетельствовали ему это, и делились словам благодати, исходившим из уст его». Вот видите, вот они чувствуют, что это сердца их чувствуют, что у него речь благодатная. И они засвидетельствуют, что да, вот раз он так говорит, что действительно это все исполнилось, о чем он говорит. Но тут их удивление, оно сменяется недоумением, и говорили, не Иосифов ли это сын? То есть мы же знали его еще маленьким ребенком, который вот возрастал, бегал, как простой обыкновенный мальчишка по улицам Назарета. Назарет – небольшой городок, там все друг друга знали, как так может из простой семьи вдруг вырасти такой мудрый и благочестивый муж. И он сказал им, конечно, то есть он как прозревает их настроение, прозревает то, что будет потом, и поэтому говорит, «Конечно, вы скажете мне при слове, врач, исцели самого себя, сделай и здесь, в твоем Отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме». А вот это выражение, «врач, исцели самого себя», оно присутствовало вообще в той среде, не только у евдеев, и там у языческих людей. Ну и там считалось так, что врач, какой же он врач, если он не может прежде всего самого себя вылечить от какой-то болезни. Ну, правда, получалось, что ставили врачей в безысходное положение, врачей того времени. Почему? Потому что мы понимаем, что никакой врач не может вылечить все болезни, никакой врач не может себя от всего исцелять, потому что болезнь может оказаться просто выше способности этого врача, да, или выше уровня науки данного времени. Но, тем не менее, люди всегда недовольны, недовольны всегда медициной, правителями, недовольны вообще всем там супругами и так далее. И вот как бы вот это выражение, «врач, исцели самого себя», да, то есть оно на самом деле любого человека, поставив в тупик, но как раз Христос-то, Он и исцелял любую болезнь. Вот, Он и избавлял, от любого беса избавлял человек, любую разыгравшуюся стихию мог умиротворить, но было, что, единственное, что Он для себя-то как раз сверхъестественных чудес не совершал, никакого эгоизма, ничего вот ради себя, только ради других. И поэтому зачем Он будет исцелять самого себя, когда Он не ради себя и пришел в этот мир? Да, Он врач, но врач, исцеляющий нас. А вот это выражение, что вот они скажут, «сделай и здесь, в твоем Отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме», тут на самом деле Спаситель показывает, что было некое такое противоборство между городами в то время, и Назарет и Капернаум, как бы противоборствовали, была, может быть, зависть. Ведь в Капернауме Спаситель действительно много проявлял сил, и оттуда были некоторые ученики Христовы. А в Назарете вот не так много он появлялся. И вот неверие некоторых его соотечественников, что вот, мол, ты там в Капернауме, ну, сделай вот то, что и здесь. И сказал, «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем Отечестве». «Поистине говорю вам». Вот дальше Спасители уже такие произносят решительные слова, которые, они вполне правдивые, именно самая вот суть того, что было и в Ветхом Завете, но для иудеев, слышавших его, это было очень болезненно. «Много вдов было в Израиле во дни Ильи, когда заключено было небо три года и шесть месяцев. Так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илья, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую». Ну, это действительно так, так и было. А почему? Потому что та вдова из Сарепты Сидонской, она отличалась более таким вот искренним, смиренным сердцем. Когда Илья приходит к ней, она же, у нее же почти не было еды, а он ей говорит, «Ты вначале вот для меня приготовь, а потом себе там сделаешь и сына». И она как бы соглашается, хотя могла умереть. То есть, получается, она про себя не думает, а вот готова накормить пророк, и тогда он уже умножает ей, молится, ее пища не оскудевает, мука и елей у этой вдовы. Вот. Сарепта Сидонская, это не иудейские места. «Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисея, и ни один из них не очистился, кроме Неймана Сириянина». И это правда, это тоже так. Потому что Нейман, сириянин, он военачальник сирийский, он с особым благоговением относился все-таки к пророку Елисею, и он, как сказать, понимаете, у него не было повода чем-то гордиться. Вот в Израиле они гордились, вот мы самые лучшие, мы богоизбранные, у нас пророки, у нас чудеса, а у того не было повода гордиться, и он смирялся, вот ради этого смирения, и получает такое чудо. Спаситель привел эти два примера, услышав это, все в синагоге исполнились ярости. Так вот их, оказывается, какая внутренняя суть. Когда они видят чудеса, они удивляются, а когда им говорят правду в глаза, они приходят в гнев. И, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его, а там дорога ведет так, что она подходит к обрыву, и можно было вот случайно как бы вытолкнуть его, столкнуть с этого обрыва. Но он, пройдя посреди них, удалился. Вот здесь происходит такое странное действие. Дело в том, что спаситель, он не приходит в отчаяние, ни в какую вот панику, а он также вот смиренно, кротко смотрит на этих людей, и, видимо, встретившись глазами со спасителем, они, вот у них начинали вот страсти-то вот эти немножечко остывать. И он, пройдя посреди них, ну, в том смысле, что вот их много было там, ну, сколько, я не знаю, ну, несколько десятков человек, наверное, а он совершенно спокойно вот между ними прошел и пошел, да, а они как будто застыли, то есть порыв вот этот греховный, он остановился. Конечно, по промыслу Божию еще не пришел час Христа пострадать, потому что нужно было еще учеников избирать, нужно было благовествовать, да, устанавливать таинство, причащение и так далее. И пришел в Капернаум город Галилейский, вот как раз тот самый город, с которым Назарет не всегда дружил, и учил их в дни субботни, их, то есть людей из города Капернаума, и делились учения его, ибо слово его было со властью, слово было со властью, но, понимаете, эта власть не мирского характера. Бывают люди властные, вот я говорю, вот он такой волевой, он по характеру, по складу начальник, таких людей боятся, но не очень любят и не очень хотят их слушать на самом деле. да, на работе выполнят, но в другое время не желают с ними встречаться, а здесь власть любви, здесь власть благодати, и то, что он говорил, он это имел духовную силу и духовную власть, и вот бывали такие вот старцы на протяжении всей нашей христианской истории, которые, вот скажут, ученики тут же исполняют, или приходит какой-то человек, который гневливый, раздражительный, а поговорит со старцем, и благодать так подействует, что он тоже начинает менять свою жизнь, а начало все это именно во Христе, как источники благодати Божией, и поэтому вот это именно духовная благодатная власть, власть любви. Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, да, здесь это одержимый упомянут, там по-гречески, если не ошибаюсь, даймонион, ну как бы демон, но видите, у греков, у них бывало так, что демоны, ну считалось просто вот невидимые духи, а поэтому Лука, как знавший греческую культуру, который пишет к лицам владевшей греческой культурой, он поясняет, что это именно нечистый дух, то есть падший дух, бесовский, и одержимый, и он, сказано, то есть задержимый, закричал громким голосом, а точнее, может быть, даже это кричит как раз бес через человека, оставь, что тебе до нас, Иисус Назорянин, ты пришел погубить нас, знаю тебя, кто ты, святой Божий, вот видите, бес вскричал, потому что боится чистоты, боится благодати Духа Святого, и присутствие благодати мучает его, и он видит, что это как гибель для него, то есть бесы теряют свою власть над людьми, все человечество до Христа находилось в своих руках, а тут вдруг демоны начинают отступать, и потом он пытается как бы, может быть, расположить Христа к себе, он говорит, знаю тебя, кто ты, святой Божий, то есть особый избранник Божий, но Спаситель, вот он дает нам тоже пример, не нужно рассуждать, что-то обсуждать с демонами, или с людьми, которые преданы демонам, Иисус запретил ему, сказав, замолчи и выйди из него, то есть здесь разговор короткий, Спаситель своим благодатным словом повелевает выйти из одержимого и бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, немало не повредив ему, то есть человек одержимого тут же как бы сотрясает, вот он падает, бес его кидает на пол, но тут же выскакивает из этого человека, не повредив ему нисколько, то есть Господь своей благодатью сохраняет этого человека, а для чего он показывает, все-таки Господь позволяет, чтобы его стряс вот этот нечистый дух, поверг, а показать, что бесы они только вредители, они только разрушители, даже если они пытаются льстить людям, верить им нельзя, и напал на всех ужас, и рассуждали между собой, что это значит, что он со властью и силой повелевает нечистым духом, и они выходят, ну а собственно что это значит, это значит, что пришел тот, кто над этими духами, ведь бесы это ангельская иерархия, но павшие ангельские силы, они могли причинять какой-то вред людям, ну с попущения Божия, а тут приходит тот, кто имеет власть над ними, потому что это творец духов, сам воплотившийся Бог, и разнесся слух о нем по всем окрестным местам, выйдя синагоги, он вошел в дом Симона, имеется ввиду Петр, и тут вот еще, конечно, про учеников так подробно не говорилось, но уже мы видим, что они уже вот общаются со спасителем, теща же Симонова была одержима сильной горячкой. Оказывается, видите, у апостола Петра теща, а раз теща, значит, была жена, была супруга, в этом ничего зазорного нет, и теща его страдает сильной горячкой, горячкой назывались болезни, которые как вот лихорадило человека, высокая температура, и он пребывал в немощи, при этом Лука поясняет, что не просто горячка, а сильной горячкой, то есть Лука был врачом, он подчеркивал такие особенности, она ничего не может делать, лежит и все, страдает, и просили его о ней, подойдя к ней, он запретил горячки и оставила ее, она тотчас стала и служила им, понимаете, одним словом он не просто исцеляет, а придает ей даже сил, как будто не было никакой болезни, она подымается и начинает заниматься привычными делами по хозяйству, ну и видимо после этого тут же тоже слух распространился о таких исцелениях, при захождении при захождении солнца все имевшие больных различными болезнями приводили их к нему, то есть когда вот рабочий день закончился, при захождении солнца все уже спешат ко Христу, приводят больных, и он возлагая на каждого из них руки исцелял их, то есть тело Христова животворное тело, потому что Господь вот воплощение, он воспринимает и душу, и тело, и божество как бы пронизывает своими вот лучами благодатными человеческую природу, и поэтому прикосновение Христово становится божественным, таким оживотворяющим, он возлагает руки, исцеляет, выходили также и бесы из многих скриков, но это и понятно, почему выходили, они не могут терпеть Христовую благодать, и говорили, ты Христос, Сын Божий, как бы напрямую даже говорили, а он запрещал им сказывать, что они знают, что он Христос, почему запрещал, потому что поначалу они вроде бы говорят правду, а потом начнут потихонечку и примешивать какую-то ложь, потому что ложь это их природа, их сущность, демоническая сущность, когда же настал день, он выйдя из дома, пошел в пустынные места, и народ искал его, почему в пустынные места, потому что, видимо, надо было тоже для отдыха удаляться, где нет людей, но народ все равно шел за ним и придя к нему удерживал его, чтобы не уходил от них, то есть вместе со спасителем было людям хорошо, но он сказал им и другим городам благовествовать я должен царствие Божие, ибо на то я послан и проповедовал в синагогах галилейских, в синагогах, потому что именно там звучал закон Божий, там можно было отталкиваясь от священного писания Ветхого Завета уже благовествовать, объяснять смысл писания, а что благовествует спаситель? Царствие Божие, что уже все, заканчивается царство греха, наступает царство Божие, и задача людей противоборства греху приобщаться к Христу и в нем обретать вот это неизреченное Божие царство. На этом мы, дорогие братья и сестры, закончили читать, объяснять 4 главу Евангелия от Луки, вот дай Господь нам всем стараться приобщаться к благодати Божией, быть выше всех искушений и тоже шествовать вместе с учениками Христовыми к Его благодатному царству. Аминь. Всего вам доброго. Храни вас всех, Господь. Субтитры создавал DimaTorzok